Таких блюд больше не увидишь ни в одном регионе нашей страны. Что такое бековские пузанчики или воевода на сене с соусом буртасы, сходу тяжело догадаться. Однако именно такие названия теперь будут фигурировать на гастрономической карте Пензенской области. Причем порой за такими необычными наименованиями скрывается не менее оригинальное содержание. Касается это, например, ухи из сурского петуха. Необычное сочетание. И, соответственно, у нас будет дополнительный вкус именно рыбы и мяса. Она превосходно сочетается, потому что, можно сказать, в нашей сегодняшней кухне очень много блюд бывает. И мясные, и рыбные в одном блюде. То есть здесь особо мешать не будет друг другу. То есть будет достаточно балансированный вкус. Стараемся как бы подбирать продукты, не обязательно сочетаемые. Мы можем что-то сделать новое и что-то такое необычное. На создание такого необычного меню с акцентом на краеведение ушло несколько месяцев. Все эти блюда были разработаны в рамках развития гастрономического туризма в Пензенской области. Каждая из них – обыгранная история, связанная с нашим регионом. Одно из блюд связано с подачей в качестве гарнира. Блюдо приготовлено из ячменя. То есть это то, что связано с одним из снопов, изображенных в официальном символе Пензенской области. Назвали это гербовая каша, потому что это элемент как раз герба. К разработке новых блюд подключились специалисты Министерства культуры, туристко-информационного центра Пензенской области, союза экскурсоводов Пензенского государственного университета. Подбирать продукты старались от местных производителей, но полученный результат презентовали перед представителями туркластера региона. Кулинарную сторону, ее проще всего осветить, проще всего сделать, ее подчеркнуть и показать оригинальность. В данном случае мы пошли по пути того, что в Пензенском крае всегда были свои кулинарные традиции. Во времена Лермонтова, во времена более поздние было, что рассказать. Гелеровский очень много рассказывал о пензенской кухне. Поэтому сейчас я думаю, что в связи с тем, что изменились продукты, изменились вкусовые сочетания, изменились вкусовые предпочтения людей, появился повод для того, чтобы появились какие-то новые продукты, новые предложения в кулинарном плане. Совсем скоро жители и гости региона смогут увидеть и попробовать еще больше кулинарных шедевров, тесно связанных с Пензенской областью. Произойдет это на праздновании Масленицы в селе Радищеве.